МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуальным не только на ПЛК-16 жители улицы Школьной 85 тоже хотели бы, чтобы у их подъездов появились лавочки. В прямом эфире Олег Хромов прокомментировал ситуацию. Я обращу внимание на этот адрес, чтобы там все было сделано в соответствии с нашими новыми стандартами. Еще одной темой прямого эфира с главой стало дорожное движение. От жителей микроэнерсолнечной поступил вопрос, касающийся пешеходного перехода на улицу Советская возле здания Сбербанка. По их мнению, перейти его очень проблематично. Машины движутся быстро и не пропускают пешеходов. Но, как мы видим, движению мешают плотно припаркованные машины. Автомобилисты снижают скорость. Люди предлагают установить здесь видеонаблюдение. Однако можно было бы начать с элементарного лежачего полицейского. Здесь все нормально ездить, потому что здесь не разогнаться, ничего. То есть проблема не актуальна? Нет, здесь никто никуда не гонит. А жители дома 84 по улице Школьная волнуют вопрос отсутствия парковочного пространства. Несмотря на то, что у нас районе активно реализуется программа благоустройства дворовых территорий, этот дом почему-то обходит стороной. Людям приходится парковаться или на газоне, или на тротуаре. А жители дома номер 14 по проспекту Ленинского комсомола жалуются на отсутствие парковочных мест для инвалидов. А откуда им взяться, если пока и вовсе нет разметки? Правда, парковка это новая. Ее сделали буквально этим летом. Поэтому будем надеяться, что в скором времени и разметка, и места для инвалидов здесь появятся. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ.